С некоторого времени я начал жалеть о некоторых событиях, которые произошли со мной, по моей, разумеется, воле, по моей, можно сказать, вине, соответственно, в некотором прошлом. Да, друзья мои, а до этого я был счастлив, хотя бы потому, как вы догадаетесь, я думаю, что я даже кайфовал, мне нечем было жалеть. Хотя жизнь моя, мягко скажем, гадкая, тяжелая, неприятная, осложненная в первую очередь невротичной, творческой, гиперподвижной, я считаю, совершенно нездоровой психикой. А уж психиатры, врачи, они уж тем более считают, что прям клиника, клиника. Тем не менее, я не жалел. Я думал, а что вообще вот так вот гипотетически, ну смотрю видосы, там люди сожалеют, сожалеют, а я думаю, а о чем я вот даже чисто гипотетически могу посожалеть? Да, была куча всякой дряни, но тем не менее, смысл этой дряни, что она абсолютно никоим образом не губит мою последующую жизнь. Как бы прошло, и хрен с ним, оно же прошло, логично. Ну вот, с некоторого времени, вот, есть такие мои ошибочки, да, которые уже, ёпта, коренным образом осложняют, влияют уже на будущее. То есть, я не могу просто забыл, прошло и все. Нет. Таким вот негативным шлейфом тянется, тянется, тянется. Из прошлого, события, которые я совершил, вот чувствую, что не надо было этого делать. Вот смысл видео, да? Каждое видео же обязано быть со смыслом, как и всякое произведение должно быть со смыслом. Я еще и обязан рассказать вам про этот смысл, а как иначе, да? Что давайте же будем думать о будущем. Будем о будущем думать. Чтобы такого, как у меня и у многих вот других, которых я на ютубе смотрю, не произошло. Вот этих вот фатальных ошибок. Вот действительно, да, живем в настоящем, живем в настоящем, но тем не менее задумываемся о том... Вот мои вот, допустим, сейчас вот такие вот проблемы, которые вот тоже в будущем могут принести траблы. Мне серьезнейший, я буду локти кусать, посыпать себя песком и пеплом, да? Я, ёпта, а нахрен я это делал, или нахрен я вот это вот не делал, да? Так вот задумаемся о будущем, задумаемся. А не будем ли мы от этого страдать? То есть действительно, задуматься именно конкретно о будущем же, реально настоящем. Вот давайте же так, да? Вот одни из таких моих ошибок, да, раз уж этот канал наш целиком и полностью посвящен девушкам. Почти до ранга божества, вновь возведенным. И вами же, низвергаемым почти до ранга писки. Низвергаемыми. Тем не менее, да, то есть вот были в моей жизни события, когда я не должен был взаимодействовать и продолжать активность с теми или иными девушками, чтобы у меня не было вот такого вот шлейфа проблем после этого, да? Психических в том числе. Да, в общем-то, все проблемы, как правило, от девушек, а не психического уровня, да? Вибрационного. И, соответственно, а с кем-то из девушек должен был что-либо делать, там, взаимодействовать, продолжать, да? Чтобы жизнь моя была гораздо спокойнее, и психика моя была гораздо спокойнее, и вообще. Самое-то интересное. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Но прикуп можно предугадать, предсказать, в отличие от покерного там прикупа, да, и любого другого карточного. Гау. Вот если мы будем действовать по вот системе, вот только что внедренной в данном видео, да, живем в настоящем, но бесконечно думая о том, а не будем ли мы вот так вот постоянно локти, ногти, локти, ногти и колени кусать. Вот, вот, давайте вот так вот из банального бытового примера, я про девушек, про девок, про писик рассказал, как вы их называете. Вот проблема, вот, надо было раньше, давным-давно уже, вот там, про девственность и так далее, что, да? Что этот вопрос, по идее, как можно было раньше нужно решить, решить, как вот я сейчас считаю, это вот чисто в моем случае, и как можно активнее действовать. Но опять же, вот по поводу этого прикупа. По сути, я и мы, и Николай Второй действуем, понятно дело, вот исходя из максимально того, что мы можем сделать, понимаете? В текущий момент времени, в прошлом в том числе. Вот, сука, что могли мы сделать, то и сделали. Иного отношения к прошлому, по идее, быть не должно. И, соответственно, это убирает кусание локтей. Сразу же, вот это вот, присказка, высказка, как это еще можно сказать, мысля, да? Что, вот что могли мы сделать в прошлом максимально? То мы и сделали. Не будем, наверное, деструктивно мыслить, что, ну, по сути, да, мы могли сделать что-то иное, гораздо лучшим образом влияющее на наше вот текущее, соответственно, будущее, да, если из ретроспективы смотреть. Да, могли мы сделать с вами. Но рассуждения об этом абсолютно бесполезны. И мысли об этом. То есть вообще, в принципе, деструктивные мысли, мысли о прошлом, они бесполезны. Даже если бы мы, сука, могли что-то сделать, да, предпринять. Вот, сука, сделать не так, а так. Не с теми дружить, а с другими, да. Это образно, я говорю, образно. Вот давайте вот просто вот поймем, что все, что касается негативного прошлого, негативного влияния нашего прошлого на нас, мы будем нивелировать все это мыслью о том, что, блядь, рассуждение о прошлом бесполезно. Все. Но не можем мы сейчас изменить прошлое. Не можем. Нет машины времени. Все, забываем об этом. По поводу друзей, так раз уж я косвенно что-то упомянул, да, только что. Вот мой вам совет. До этого я уже говорил. Не рвите вы связи. Не сжигайте вы мосты. Вот сейчас вот модно. Из видео в видео слышу. Меняйте свое окружение, избавляйтесь от своего старого говеного окружения, да. Которое не соответствует вашим, там, запросам, да. Вашим целям каким-то будущим, да. Оно вам не поможет, а лишь повредит. Условно, там, банально. Гапота ваша. Нарко... Вредно... Ну, в общем, запрещенные темы. Такие вот у вас, друзья, избавляйтесь. Я считаю, что нужно, как бы, уметь со всеми взаимодействовать. И не сжигать мосты. Как бы, ну, более-менее дружить, общаться со всеми, с кем вы можете. И даже нарастать связями. По поводу качества связей. Ну, слушайте, вот... Логично, да, банально, что... Ваше качество зависит от качества ваших связей. И качество ваших связей зависит от вашего качества, да, опять же. Ну, хотите вы лучшее окружение, да? Ну, из кожи вон лезть и становитесь лучшими. Лучше, чем мы сейчас. Оно вообще того стоит? Оно вообще нужно? М? Ну, кому-то, может быть, да. Ну, я вот... Бесконечно рад, по крайней мере, вот в данный момент времени, что у меня вроде как... Каким бы дерьмом не были мои друзья, но они остаются моими друзьями. То есть время идёт. Даже если с кем-то из них я меньше общаюсь, но тем не менее я общаюсь. Рано или поздно там... Тын-тын-тын, там раз в год и палка стреляют, раз в год и вижусь с ними, да? И, в общем-то, я в них не разочарован. Ещё раз, каким говном они бы не были, ну, они продолжают быть дерьмом. Но, давайте объективно, наши девушки, наше окружение. Ну, какие наши? Какие наши девушки? Я-то тут при чём здесь? Пока что мы в поисках, да? В погоне за писечками, так называемыми. Так называемый. Это лишь то, что мы заслуживаем, да? То есть не надо... Ой, да она такая фуфлышка! Как я мог, как я мог! Ну, кто заставлял, да? Соответствуешь ты ей. Такое же, значит, фуфлы. Не больше, не меньше, как бы. Не принц наследный, уж извини, не хотел обижать. Ну, в общем-то, это, понятное дело, это не менее, чем промывка мозгов в хорошую сторону, да? Понимаете, это мои мысли, рассуждения, вот как я... По поводу вот этих вот всех сожалений, вот сейчас вот я уже думаю, да? Вот эти вот таблетки, которые дичайшим образом меня бустанули, да, в определённый момент времени, бустили, бустили изо дня в день до такой степени, что психика моя уже сейчас разленилась без них действовать. И мне выйти из какого-то негативного состояния гораздо сложнее сейчас. Уже таблеток-то нет, а когда я их не пил, мне гораздо легче было выходить из этого состояния, хоть и сложно, ну, из любого негативного. То есть, в общем, эти бусты, они сыграли самую злейшую постановку театра, ну, а? Ну, смотрите, ещё вы уж как бы должны понимать, что мозг творческого человека и психика творческого человека, она всё же кардинально от нормального человека и психики, и мозга отличается. Вы должны это понимать. Так что, я надеюсь, что с вами всё гораздо лучше. Ну, или вот, например, да, ну, что я бесконечно сижу дома. очень редко мне удаётся кого-то выцепить на свидание, да, и это свидание, оно заканчивает, как я думал, тем, что девушка, ей же каждый день там написывает по сто человек, что она просто идёт со следующим, идёт со следующим, потом со следующим, со следующим, со следующим. Тоже такой бесконечный поиск плынца на белом коне, да? Вот уже об этом можно сожалеть, что сижу я в этом маленьком мирке, образное, метафорическое, метафорическое, это в мирке, в пространстве моей квартиры, и чем меньше пространства, в котором ты взаимодействуешь, тем и меньше у тебя в мозговое счастье, внутренний мир твой, да? Поэтому я уже сожалею, что я всё время всё равно дома, в своей социофобии, в своей лени, да, в некотором смысле, и не выхожу, не расширяю, так сказать, внутренний мир, путём расширения пространства, да? Выходя за раму, в собственной. Какой нафиг собственной квартиры? Засветы, поэтому я не могу вам показать ничего. По сути, ну, сколько можно уже слушать, да? 15 минут, всё, хватит. Завершаем. С вами был Александр Кузьмин, вечный. Нет, вот для рамки это важно, важно, важная тема, если вот, ну, как вы говорите, погоня за писечкой. Я вообще не представляю. В общем, ладно, всё. Придёт, не придётся время, не знаю. Тут ещё такая ситуация, что если ты чего-то очень хочешь, вот часто я эту тему просрежу в видео, то по какой-то неведомой мне, например, причине, хотя это всё должно быть иным образом, вказываться иным образом, ты этого не получаешь, ты не можешь этого получить. Всё дальше и дальше от этого находишься, да? Тем не менее, это вот в моей ситуации говорим про девушку, да? Если очень сильно я этого хочу и достаточное количество времени, и у меня это, соответственно, достичь этого не получается. Хотя не всё так негативно в том плане, что, ну, всё равно какие-то подвышки-то, подвышки, сподвижки, подвышки, движки, движки не имелись, да? В общем, пожелаем нам всем, друзья, удачи. Друзья и подруги. Нам, Иван, Николаю Второму. Ещё раз, Александр Кузьмин был на связи. Никаких лис из Леонарда Судайвинчиков, оказывается, не существует в роли. Это всё фейк. Это подстроили, подстроили злые языки. Давайте, друзья, всем нам счастья. Приходит весна, а с весной пусть приходит через гормональный уровень к нам и счастье. И хватит. Никаких таблеток. Отсаживаемся, друзья. Самостоятельно действуем. Весна и Господь нам помогут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!